Парапсихология Современная парапсихология человека для начинающих. Парапсихология относится к непризнанной науке. Она нацелена на познание областей, которые не охватывает современная психология. В качестве метода изучения проводятся эксперименты, а также записываются показания свидетелей происходящего. Основы парапсихологии Парапсихологи занимаются изучением паранормальных и сверхъестественных явлений, а также необычных способностей человека. Область считается дискуссионной и не относится к официально признанным научным знаниям. В первую очередь исследуется человеческая психика. Интерес представляют ее невероятные свойства. Например, в поле зрения попадает телекинез, ясновидение и магия. Слово парапсихология состоит из двух частей – пара, около тела, и психологии. В мире ученых она не рассматривается как серьезная наука. К основным пси-явлениям принято относить. Левитацию. Реинкарнацию. Телекинез. Телепатию. Телепортацию. Спиритизм. Также в парапсихологии есть биоэнергетическое целительство, аэрокинез и пирокинез, прикогниции и сугестия. Это далеко не полный список зафиксированной пси-явлений. Эзотерика. Современная парапсихология представлена как эзотерические знания. Эзотерика изучает возможности для применения духовных законов и их проявления каждый день. Человек изучает самого себя, стремится осознать свой внутренний мир. Эзотерики обращают внимание на эмоциональное и психическое состояние человека. Свои чувства они синхронизируют со знаками Вселенной. Главный источник жизненных событий – душа. Для достижения успеха требуется развитие духовной составляющей и личностного роста. Наука помогает выходить на новый уровень осознания себя, совершенствовать собственный разум и мыслить позитивно. Ясновидение. Одна из наиболее известных областей парапсихологии – это ясновидение. Такая способность позволяет видеть события из прошлого и будущего, которые недоступны другим людям. Восприятие картины мира находится за обычным диапазором. Для предсказания нужно сосредоточиться. Иногда не требуются дополнительные предметы, такие как карты Таро. Ясновидящему кажется, что все события происходят в реальном времени. У него есть способность видеть внутренний мир и воспоминания других людей, читать их мысли. Эксперты в области ясновидения могут определять чужие болезни, чувствовать тонкий душевный план, считывать сигналы. Такой человек подключается к потоку информации и анализирует ее. Магия. Знакомство с парапсихологией для начинающих происходит с магией. Существуют десятки магических проявлений. В их основе – колдовство и волшебство. Наличие магических способностей означает всемогущество и присутствие сверхспособностей. Магией обычно занимаются жрецы и шаманы. Магическая сущность связана с оккультизмом. В зависимости от направленности есть белая и черная магия. Первая направлена на светлые, а вторая – на темные силы. Они имеют разные атрибуты и обряды. Психология и парапсихология. Психология относится к официально признанной науке. Предметом ее изучения стала душа. Парапсихология человека исследует необъяснимые явления, связанные с тонким планом. В психологии используется научная методология, которая изучает поведенческие и психические особенности людей. В парапсихологии представляют важность различные феномены, связанные с жизнью и смертью. В случае с непризнанной официальным кругом ученых науки, исследования распространяются среди узкой группы лиц. Небольшая часть может публиковаться в околонаучных изданиях. Дзен – парапсихология. Для постижения дзена человеку требуется познать свой собственный мир. Без знаний парапсихологии не получится проникнуть в свою душу. Дзен не описывается доступным для большинства языком. Это некая высшая точка, к которой хотят прийти люди, развитые в духовном плане. Достижение такого состояния значит в первую очередь освобождение от жизненных рамок и поставленных обществом условий. Философия дзен подразумевает безразличие к миру в целом. Человека больше не интересует добро и зло, ему все равно, что происходит во внешнем мире. Он освобождается от накопившихся страхов и комплексов, появляется возможность выйти за черту условности. Психолог Юнг объяснял дзен через коллективное бессознательное. Именно за его чертой находится универсальное сознание. Когда человек теряет опору, больше не видит своего места в социуме, он обретает намного больше. В высшей точке напряжения открывается дверь, которой нет в реальности. Парапсихология как наука. В качестве науки парапсихология стала известна в 1889 году. На тот момент она занималась околопсихическими исследованиями. Популярность получила только ближе к 40-м годам прошлого столетия. До конца 19-го столетия занимались преимущественно оккультизмом и мистицизмом. Были колдуны, алхимики и шаманы. Явления назывались чудесами. Начальные психические исследования проводились в США и Англии. Первая документальная фиксация необычных явлений была связана с записью показаний обычных людей, которые присутствовали при паранормальных действиях, видели привидений. После их опыт сравнивали с теми, кому виделись галлюцинации. Традиция сообществ продолжается в Дюкском и Стэнфордском университете в США. Единственное изменение. Внимание концентрируется не на качестве эксперимента, а на количестве зафиксированных случаев необычных явлений. К одной из самых известных областей парапсихологии относится телекинез. Благодаря ему на расстоянии человек воздействует на предмет одной только силой мысли. Иногда он связан с эффектом воспламенения определенных объектов. Телепатия подразумевает передачу информации через мыслительный процесс другому человеку. Чтобы принимать какие-либо сведения, не требуются дополнительные средства для связи. Левитация – это возможность находиться в воздухе без специальных летательных устройств. Гравитационные силы преодолеваются одним только намерением. В реинкарнации передаются знания о том, что душа может переселяться из одного тела в другое сразу после смерти человека. Число перевоплощений бесконечно. Ясновидение помогает увидеть, что происходило в прошлом, или заглянуть в будущее. Человек подключается к информационному пространству, и может извлекать из него необходимые для себя сведения. Подобное явление – прикогниция. При такой сверхспособности данные получаются извне. Как правило, они играют важную роль для общества или мира в целом. Сугестие дает возможность внушать другим людям собственные мысли, посылать им сигналы на бессознательном уровне. Когда человек обладает телепортацией, то он может свободно перемещаться в пространстве. Пирокинез позволяет воспламенять предметы одним только взглядом. В таком случае сила мысли вызывает огонь. Термин придумал известный писатель Стивен Кинг. Биоэнергетическое целительство способно вылечить заболевания на энергетическом уровне без медикаментозного воздействия. Обычно такими способностями обладают черные и белые маги, шаманы, экстрасенсы. Если для кого-то из вас эти темы кажутся выдумками, то вынужден вас удивить. Все это имеет место быть в нашем мире. Рассмотрим реальные случаи из жизни, которые имели место быть. Незапамятных времен. Установлено, что во время самовозгорания человеческих тел температура пламени достигала 3000 градусов. Любопытно, однако, что находящиеся рядом с жертвой легковоспламеняющиеся материалы, такие как, например, постельное белье, вата или бумага, оказывались нетронутыми. То есть человек, лежащий в постели, полыхал ярким пламенем, но простыни и одеяло оставались целыми и невредимыми. Именно такое случилось в 1992 году с пожарным из Сиднея Роном Прайстом, сгоревшим в своей кровати. Удивительно, что белье и подушки совершенно не пострадали, а лежавшие в метре от адского пламени спички не вспыхнули. Случаи пирокинеза В 1950 году мексиканский суд рассмотрел незаурядное уголовное дело. Судили Марио Ароско, мужа хозяйки гостиницы, обвиненного в том, что он заживо жег свою жену Манолу в присутствии множества людей. Марио грозила смертная казнь. В тот вечер, как обычно, клиенты, солдаты местного гарнизона, проезжие торговцы ужинали в зале на первом этаже гостиницы, тускло освещенном двумя лампами и отблесками огня из камина, где жарился аппетитный гусь. Муж хозяйки медленно вращал вертел, чтобы ни одна капля жира не пропала зря, а тушка равномерно покрывалась хрустящей корочкой. Молоденькая служанка разносила блюда и бутылки, улыбаясь усатым военным и ловко увертываясь от дерзких шлепков по кругленькой попке. Сама же хозяйка, наблюдая за порядком, сидела в массивном кресле. Неожиданно мирную идиллию нарушил истошный крик. Хозяйка дергалась в кресле, выпучив глаза и раскрыв рот, а по ее телу бегали огненные языки. Через мгновение тетушки Манолы не стало, а на целехоньком кресле валялась ее, обсыпанная пеплом одежда. Ворвавшаяся в гостиницу полиция тут же арестовала мужа и отвела его в тюрьму. Однако далеко не всегда тела жертв пирокенеза сгорают дотла. В прошлом году в Монголии на проселочной дороге пострадал от огня местный пастух Ржанда. Черный манекен был обнаружен в сидячем положении. Все его тело, голова и руки спеклись в сплошную смолистую массу. Но что самое поразительное, от огня не пострадала одежда покойного. Никаких следов пламени вокруг тоже не обнаружили, а температура воздуха составляла 15 градусов ниже нуля. Занимательные подробности рассказал напарник погибшего пастуха. Я погнал часть стады вперед. Когда я вернулся к Ржанде, то застал его сидящим на корточках, возле дороги, со спущенными штанами. Он справлял нужду. Подойдя поближе, я увидел, что он черный, как уголь. А меж его ног дымилась свежая куча кала. Я бросился бегом в ближайшую деревню за помощью. Родственники Ржанды попытались положить его на деревянные носилки, но они задымились. Когда сняли его тело, оказалось, что доски были обуглены. Пришлось подождать немного, пока Ржанда остынет. Напарника погибшего задержали и обвинили в умышленном убийстве. Когда же в тюрьму пришел следователь, то вместо подозреваемого он нашел груду обугленных костей с частично сохранившимися кусками мяса. Объяснение происшедшей трагедии найти не удалось. Дара Метцель в 1969 году сидела в своем автомобиле на одной из улиц Люксембурга и, внезапно воспламенившись, сгорела дотла за считанные секунды. Несколько человек пытались ей помочь, но безуспешно. Когда все было кончено, выяснилось, что внутренняя обшивка и сидение машины не пострадали. Почему бы не предположить, что существуют еще неизвестные науки излучения, пучки которых существуют рядом с нами. В определенных условиях взаимодействие такой энергии с биополем организма, вызывает мощную энергетическую вспышку. Своеобразный взрыв, приводящий к самовозгоранию живого тела. Возникающий пучок энергии строго ограничен в пространстве и действует избирательно. Части тела пострадавшего, не попавшие в сферу излучения, остаются нетронутыми. Этими пучками являются перуницы и левитоны, плазмоиды которые являются дронами богов, что заправляют планетой с момента, когда началась большая игра, которая называется жизнь. Либо происходит сбой в программной оболочке тела, и высвободившееся сознание просто-напросто сжигает его. Что будет, если людям резко дать сверхспособности, которыми владели предки, без всяких проблем? Возможно и такие случаи самовозгорания, когда людин не способен контролировать электрическую энергию в виде огня. Почему электрическую? Да потому что все вокруг это электричество в разных формах проявления. Данные истории для нынешнего общества являются вымышленной фантастикой, так как люди не видели этих явлений в большей массе своей, и не с чем сравнить. Многие способности есть в каждом из нас, просто у нас нет к ним доступа на уровне ДНК программы. Боги ограничили людей в способностях, и укоротили жизнь с целью удобности съема энергии. Но это небольшое отступление от темы. Парапсихология, которая в себя включает все явления, о которых я говорил в начале ролика, только будет набирать обороты в ближайшие 20 лет. Способности будут открываться у каждого постепенно. Это галактическая весна. Изменение частот октаэдра в центре планеты. Люди будут осознанными, и вспомнят реальную суть устройства планеты, внутри которой мы живем. Все ложные теории будут растворены, а те, кто навязывал их многим поколениям, понесут ответственность. Над фильмом работали. Сергей Ариев, Филипп Комаровский. Озвучка, Филипп Комаровский. Монтаж, музыка, моушн-график, сценарий, Сергей Ариев. Увидимся, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok